друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено кормлению попугаев средних пород это может быть розела карела перчей попугай какарик вот сейчас перчей перед вами друзья это какарик попугай новозеландский так вот если вы являетесь владельцем средних пород попугаев то вам это видео будет очень полезно потому как поговорим как вы сможете разнообразить питание ваших попугаев итак друзья почему я решил сделать это видео один из моих одноклассников работает ветеринарным врачом в нашем городе армавире краснодарском крае так вот часто обращаются люди которые держат попугаев средних пород которых мы сейчас с вами наблюдали и значит все болезни у попугаев возникают от неправильного питания от неправильно составленного рациона вот я сегодняшнем видео хотел бы немножко вам подсказать в общем смотрите сегодня мы будем давать попугаем ветки я вот их немножко решил помыть ну хотя я думаю знаете вот мыть можно без фанатизма просто я вот замочил минут на пять-семь водички мою обыкновенная вода с под крана и будем давать попугаем так здесь у меня еще вот такое вот замоченное зерно замоченное зерно сегодня здесь у меня семечки подсолнуха пшеница овес и вот это кругленький это можно сказать турецкий горох можно сказать нут то есть вы можете это все купить на рынке там где продают каши крупы разные там все это есть и так зерно вы замачиваете на несколько часов в воде затем воду сливаете ждете пока она про растет в момент ожидания пророста вы его просто ополаскиваете используете для этого допустим такое сито то есть вы сюда сыпите уже замоченное зерно оно у вас здесь и просто водой омываете куда-нибудь кладете если вы живете в квартире то можно где-нибудь в ванне положить там на полу пусть стекает придумайте как-нибудь все ветки вы помыли обыкновенная вишня надо также заметить и обратить на это внимание я сказал вишня обыкновенная но вишня бывает многих сортов там сладкий вкусный шпанка майка мичуринка но вот у меня допустим я именно для попугаев ращу обыкновенная вишня которая выросла сама по себе от культурной вишни то есть я называю ее дикая какая-то вишня она кислая в принципе если на компот идет то надо много сахар а вот я решил обрезать вчера обрезал вишню нарезал тонких веточек и вот как раз думаю видео покажу то есть вы можете где-то найти такую вишню и нарезать себе тонких веточек толщиной примерно до карандаша можно немножко толще карандаша смотря какой вас попугай в принципе карелы берут и толще карандаша розело берут и толще карандаша. Вот, допустим, такой ствол с удовольствием погрызет. А певчий какарик, он предпочитает вот такие вот певчий попугай, порода певчий. И попугай породы какарик предпочитает вот до толщины карандаша. Что касается веток, именно вишни диких пород, я рекомендую эти вишни использовать, потому как эти вишни, веточки, используют вернее, содержат наибольшее количество витамина группы В. Ну, а запророщенное такое наклюнутое зерно, вся литература, все энциклопедии пишут, что здесь у нас все необходимые витамины, все необходимые и легко усвояемые аминокислоты. То есть, это очень полезно. Сейчас мы это хорошенько все промываем, чтобы вода у меня, видите, еще мутная. Это я уже хотя третий раз промываю, но вода мутная. В общем, промываем до чистой воды, чтобы не было никаких запахов, там, допустим, закисшего, заброженного. Ну, чтобы у вас не забродило и не закисло, имейте в виду, будьте осторожны. Друзья, замоченное зерно или зерносмесь, что у вас будет. Если это зерносмесь, то здесь могут быть некоторые зерна, такие, как, допустим, ну, в ассортименте может быть. Может быть, здесь и кукуруза, и овес. Это будет зерносмесь называться. Если у вас будет, допустим, какое-то одно зерно, там, это будут семечки, или это будет вот такой вот нут, очень полезный, или овес, то это будет уже как бы монодиета, то есть что-то одно. Ну, к примеру, почему я хочу об этом вам сейчас объяснить немножко. Если ваш попугай предпочитает семечки, а овес не кушает, то ему вот такую вот мешку не надо делать. Вы ему дайте сегодня семечки, а завтра то, что он плохо ест. Овес там или чечевица, или пшеница, чтобы он не выбирал. А так, получается, он выберет самое вкусное, а то, что ему нравится, а полезное другое зерно он кушать не будет. Поэтому вы ему на первых порах давайте монодиету, так называемую, то есть сперва семечки, допустим, или нут, или овес, или рапс. А потом, когда он все уже будет кушать, тогда будете перемешку давать. Сейчас я вам продемонстрирую, как попугай кушает зерно. Вот таким, то есть веточки, веточки. Как попугай средних пород, это может быть и розелла, и перчей, и какарик, и карелла. Таким образом, размещаем веточку и посмотрим, как ваш любимец будет кушать эту веточку. Таким образом, Друзья, если у кого-то остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях, что вам непонятно по поводу питания. Подскажу, чем можно еще кормить, что можно еще давать, как готовить продукты для питания попугаев. То же зерно, те же ветки, ту же траву. Так что, желаю здоровья вашим питомцам, пернатым. И вам здоровья, уважаемые заводчики пернатых питомств, хорошего настроения. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну и до скорой встречи. Продолжение следует по поводу кормления, содержания, разведения. Все постепенно будем обсуждать, смотреть, показывать. До скорой встречи. До скорой встречи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова